Второй круг чемпионата Ульяновска по мини-футболу среди команд Суперлиги одному из лидеров Кристаллу выпало играть против находящегося в зоне вылета Контактора. Матч первого круга между этими командами получился малорезультативным. Кристаллические выиграли, но с большим трудом. 2-0. Контактор жаждал реванша. Мы планировали играть от обороны, так как они хорошо играют вторым номером. Мы пытались их вытянуть на нашу половину и уже за счет контратак скрывать их не оборону. Но первый тайм получился продолжением той осенней встречи этих команд. Максимум борьбы и ошибок, минимум моментов и всего один гол. Его в середине тайма створили кристаллические. Юрий Николаев, зачастую играющий в защите, неожиданно оказался у чужих пород и пробил штангу. А первым выбиванием подоспел Алексей Самсонов. 1-0. Кристалл после первых 25 минут игры. Ребята, да, первая четверка у нас должна быть активной. Вторая договорит, что менее активная, первая активная. Активности нет. Нет активности, нет игры. Нет результата от этого. Мы поворотом пробили три раза всего лишь за игру. Как мы хотим забивать тогда? Эмоциональная спича Александра Руфова разбудила игроков контактора. И прошло и минуты, как команда сравняла счет. Самсонов и Орехев не успели сомкнуться, чтобы помешать удару Владимира Мальгина. А в целом очень надежный голки кристалла Антон Загородников пропустил ближний угол. Еще через 10 минут Мальгин вывел контактор вперед. И снова Загородников потрогал мяч после удара форварда, но спасти свою команду не смог. В начале второго тайма чуть-чуть провалили, можно сказать. Из-за этого возникло большое количество проблем при организации игры в целом. Ну и результат показал, что немного не хватило, но в конце проявили характер, могли спасти матч. Немного не повезло, ничего страшного. Концовка встречи получилась очень жаркой. На финишную прямую в лучшем игровом и психологическом состоянии вышел контактор. Команда играла так, как и планировала на контратаках. Очередную из них завершил Мальгин, оформив хет-трик. Обыграв Загородникова, форвард, как на мяч, уже пустые ворота. Впрочем, и кристалл не сдавался. Команда яростно штурмовала ворота соперника. Партнеры создали идеальный момент для Александра Мухина. Но на высоте был галкипер Дмитрий Долгов. Еще через минуту и вратарь был бессильным против ударов Аниса Закирова. А за 16 секунд до финального свистка контактор и вовсе остался в меньшинстве. Красную карточку на ровном месте получил Виталий Бурмаков. Просто игровые, здоровые игровые эмоции, ничего страшного. Игра была на жилах, игра до забитого мяча. Две равных команды встречались. Поэтому Бурмаков тут совершенно ни при чем. Оставшиеся 16 секунд нестили в себя еще один яростный штурм Кристалла и шестой пол контактора. Уже за пределами игрового времени судьи назначили дабл-пенальти ворота Долгова, который туром ранее в подобной ситуации пропустил гол от погоды в доме. Исполнять удар вызвался лучшим мавардер Кристалла Фанис Закиров. С ударом Закирова Долгов справился и принес своей команде сенсационную победу, которая позволила контактору чуть-чуть оттолкнуться от дна турнирной таблицы. А Кристалл, напротив, со второго места опустился на третье. Десятый тур стал самым результативным с начала чемпионата. В пяти игр забито 48 мячей. Это на гол больше, чем в восьмом туре. Подобный промежуточный рекорд состоялся благодаря Сибирска Берхофу, который разгромил динамовцев 13-2. По три гола в этой встрече записали на свой счет Марат Сафин и Дмитрий Рахманов. Также забенным получился матч Мобирейта и Юниора. Действующий чемпион, благодаря хитрику Виктора Злыдрева, победил разгромно. Веселой получилась игра авангарда и погоды в доме. Еще за полторы минуты до финального сыска была ничья 4-4, но погода вырвала победу благодаря Денису Клопкову. В его активе гол и результативная передача. И, наконец, Платон ожидаемо нанес десятое поражение промресурсу. Турнирную таблицу по-прежнему возглавляет Сибирск-Оберхоф, но на вторую строчку уже вырвался Мобирейт, потеснив на третью Кристалл. Платон и погода, если и включились в борьбу за медали, то, скорее всего, максимум за бронзовые. Контактор, благодаря победе над Кристаллом, теперь вправе называться середняком чемпионата. Правда, амбиции у команды явно повыше, чем седьмое место на пару с юниором. В списке лучших голеодоров по-прежнему первый Игорь Ахмедшин из Платона, но на бомбардирские пятки ему наступает Виктор Злыдарев из чемпионского Мобирейта. Остальные забывные футболисты чуть приотстали. В следующем туре Ахмедшин и Злыдарев сойдутся лицом к лицу. Платон и Мобирейт сыграют очный поединок. Он будет центральным в календаре 11-го игрового дня. В матче первого круга Мобирейт выиграл с трудом 4-3. Платон наверняка не согласен проигрывать снова. Начало встречи в полдень 6 января уже нового 2018 года.